здравствуйте друзья у нас сегодня почти заброшенная рубрика интервью с блогером давно мы с блогерами не беседовали а у нас такой блогер интернешнл как бы так получается у нас из праги владимир ну давайте вы пару слов о себе скажите меня зовут владимир никифоров я блогер из праги как сказал михаил моему каналу не так много времени я начал вести свой блог всего лишь 10 марта этого года за это время я сделал масса масса всевозможных успехов выпускаю видео приблизительно через день сейчас на канале 125 видео снимаю я про природу про жизнь в чехии про всевозможные красоты которые нас здесь окружают по всей чехии или так вы из праги по всей чехии у меня богатый богатый опыт путешествия по чехе еще до того когда чехия стала европейским союзе да и просто попасть в германию либо австрию нужно было получать визы тогда я путешествовал по всей этой территории нет честно говоря ее вполне хватало потому что страна небольшая но она очень самодостаточная здесь есть все и горы и озера и вода и лес на море не хватает немножко как говорят чехи до 1918 года у нас море было но потом ушло смысле австро-венгрия когда а где у них там будет а ну да австро-венгрия и югославия да так что ну собственно вкратце всего дальше уже я еще расскажу давайте как давно вы живете в праге в чехе первый раз я сюда попал девяносто девятом году это когда экономический кризис первый такой значимый как бы для россии и накрыл с дефон и вот эти сделки основал здесь компанию пытался заниматься там какими-то много чем естественно недвижимости нам еще и так далее но основательно я переехал уже в середине двухтысячных где-то вот так вот то есть уже больше десяти лет я нахожусь здесь но с точки зрения вот как бы иммиграционные что ли да я тебя вы в блоге затрагиваете иммиграционные я стараюсь от этих тем немножко уходить как бы потому что это не является моим профилем заниматься чтобы потому что не хочется людям давать информацию как но но я об этом без слов все знаю и естественно я вынужден как-то об этом рассказать потому что она спрашивает понятно я с удовольствием расскажу да что здесь ну хорошо вот с точки зрения значит иммиграции насколько это как бы легко или наоборот сложно возможно или невозможно мы знаем что в чехии живет много выходцев в смысле недавних переселенцев из там стран бывшего они они как-то в основном легитимные или они в основном такие нелегальные здесь миграции конечно практически невозможно вообще никак приехать и остаться и сказать здравствуйте меня там преследуют но это можно конечно но честно говоря никому не рекомендовал такие вещи делать статус беженца это не популярная вещь не популярная вещь абсолютно тем более в чехии если в германии после как бы вот сирийских вот этого ситуации с сирией который возникло сирийскими беженцами в общем то я бы честно говоря и мало кому бы посоветовал бы в германии оказаться тоже беженцам да по большому счету хотя это система когда будет нужно будет наравне попадать в лагеря беженцев проходить через несколько ступеней этих лагерей вас будут переводить через месяц через в один лагерь потом следующий лагерь в следующий лагерь это очень достаточно такая сложная процедура чтобы получить потом как-то легализацию и потом потом вы уже где-то поселитесь будете ждать пока вам дадут это разрешение на работу там ли еще что то с этим связано в принципе европа для беженцев это не самая лучшая честно говоря история если действительно бежать нужно если деваться нет то конечно понятно а так нет и раньше были лагеря или раньше они как-то так вот просто нет лагерей конечно раньше не было просто когда пошел поток беженцев очень большой то эти лагеря возникли они существуют по всей германии и в общем-то но все сейчас достаточно уже устаканилось успокоилась то есть вот этой вот ситуации которые запугивали по телевидению конечно очень раздутая прессы история на самом деле экстрима особого не было нет а в чехии тем более потому что здесь беженцам вообще оставаться ну скажем так нужно понимать что из этих из десяти человек этих беженцев которые где-то там шли но мы реальных беженцев наверно было три или там остальные это были экономические беженцы не от войны совсем да из какой-нибудь албании там и так далее а им естественно нужно находиться там дают больше дотации дали больше в германии в чехии на эти деньги прожить наверное говорят очень жирный такой а может и к счастью я не знаю как это лучше что касается иммиграции здесь в основном всегда была расписана такая бизнеса миграции то есть через который существует в принципе в сша насколько я понимаю через фирму бизнес на основании бизнеса получаешь но если раньше каких-то там двухтысячных годах это было сделать достаточно легко и можно было получить вид на жительство фактически условно говоря green card просто пустой компании то есть сейчас это нереально то есть для того чтобы они будут смотреть и на обороты и на то что какие договора и с кем вы работаете то есть прежде чем что-то что-то дать но существует возможность устроиться на работу это еще такой четвертый уже время да если мы первым берем беженство второй значит бизнес третий вариант это значит у нас устроиться на работу и это в принципе реально потому что есть профессии востребованные например по медикам существует отдельная программа то есть для этого нужно выучить только чешский язык настифицировать диплом и можно и тебя берут врачом если ты врач язык такой как язык чешский он как бы но такой нормальный славянский или так что-то другое это сложно учить или как вот вы знаете михаила это вообще потрясающий язык если честно говоря он очень интересный потому что я вот я сам из москвы также как вы родился вырос и для меня как для русского человека было очень интересно выучить этот язык потому что я стал понимать все вокруг то есть как только я выучил чешский я стал понимать польский я стал понимать балканский язык я стал понимать это украинский язык который я тоже раньше плохо понимал особенно западные Gun я тут стал во всем этом как бовилица я теперь могу совершенно спокойно понимать о чем люди разговаривать. Да, я не могу сказать на этом языке, но я их полностью понимаю. Это очень здорово. И, вы знаете, сохранились, не знаю, за счет чего это получилось. Может быть, за счет того, что здесь все-таки латиница, и, как бы, вот эта азбука, она не съела, как бы, вот, как бы все, не знаю, как вот на Востоке. Многие слова, ну, например, старославянский, там, «живот», «живот» — это жизнь, помните, да, «не жалей живота своего, нежели жизни». Вот здесь, как было, так осталось. «Живот» — это жизнь, да. То есть, вот какие-то, вот такие вот вещи, старославянские корни этих слов, они остались, это очень интересно, с точки зрения филологического, как бы, вот такого. Очень интересно. — Я замечал, что, вот, поговорив, ну, находясь в языковом таком общении, ну, может быть, несколько часов, там, 2-3-4-5, начинаешь почти полностью понимать. Вот даже поляки, вот, когда ты привыкаешь к этому «пша-пша-пша», вот, и начинаешь слышать за ним, вот, то, что там стоит, довольно легко понималось. Вот мы сейчас в Словении были, там, ну, полтора года назад, в Любляне, и я слушаю, так, слушаю, где-то мы пытаемся поговорить в разных местах, и вдруг я понимаю, что, в общем-то, ну, там сложнее было, ну, тоже процентов 70-80 понимаю. Это, это было, у нас не было много часов, так, ну, по чуть-чуть. Во всяком случае, это очень интересно, потому что, действительно, какие-то основы там есть, и, понял. Ну, то есть, это все-таки славянский язык. — Славянский язык, он, ну, нас с вами учили, вы помните, да, русский самый сложный язык. Нет, на самом деле, конечно, чешский гораздо сложнее, чем русский, это однозначно по многим совершенно параметрам, и плюс ко всему, в нашем языке просто нет вот этих вот долгих, кратких, вот этих вот галочки, всякие, они просто отсутствуют, да, поэтому, а здесь это все вещи достаточно много значат, поэтому, как бы, все это приходится учить, плюс с падежами гораздо сложнее, поэтому, да, да, поэтому, в принципе, сложный, но как сложный? Вот смотрите, например, сюда сейчас очень модно стало ездить учиться, ездить очень много детей, потому что образование достаточно качественное, плюс оно бесплатное, то есть, если ты занимаешься на чешском языке, ты ничего не платишь. — Для иностранцев бесплатно? — Для иностранцев бесплатно. Вам нужно выучить чешский язык, поступить в институт. Вот. Единственное, что для русских тяжеловато, это нужно признавать диплом, но я думаю, что это и у вас такая же, да, в Америке там происходит ситуация, потому что аттестат, дело в том, что у нас же в школе учатся 11 лет как бы, да, дети в России, а в Чехии учатся 13 лет, то есть они, конечно, они, получается, что они фактически приходят на второй курс, уже, уже, как бы, закончив второй курс, они в школу заканчивают до 20-ти годов. — Слушайте, они уже здесь женятся и детей рожают в это время, я вам всегда скажу, у многих моих друзей есть такая ситуация, да, да, прямо в школе, уже и живут вместе, так что, ну, естественно, взрослые 20-летние дети ждут, это уже не дети совсем. Ну вот, и потом, как бы, приезжают всегда ребята из России, например, или из Украины, из Белоруссии, учат, учатся в год здесь на подготовительных курсах, и учат языку, чтобы они знали B2 уровень, да, B1, B2, и потом они совершенно спокойненько, если это необходимо, и сдают какой-то экзамен там в институте, если он требует этого, да, может, и без принимают, если там там хороший какие-то аттестаты или еще что-то. Иногда требует ностерификация дополнительных экзаменов, потому что по каким-то предметам не хватает часов, и они хватят это проверить. Бывает такое, но это все-все-все проходит, потом учиться сложнее. Главное не вылететь после первого курса. А после того, как человек закончил, у него есть какой-то путь к легализации? Конечно, да, вот в этом случае есть. После образования человек, во-первых, может устроиться на работу, и на работу берут, и специалистов не хватает, потому что Европа, в принципе, ну, на мой взгляд, очень нуждается в квалифицированных кадрах, и вот в таком вот инженерском, если можно сказать, составе, да, он тоже нуждается. А вот в Чехии есть такая проблема, что молодняк разбегается по другим европейским странам, не хочет жить в Чехии? Есть, есть. В том-то и дело, что в большинстве случаев много чехов уезжает, конечно, да. Это и есть такая тенденция, вы знаете, связана она с тем, что здесь очень интересная история. Здесь достаточно дешево жить, здесь недорого стоит недвижимость. То есть, например, вот вы показываете какой-то у себя там дом за полтора миллиона, да, в ваших видео. У нас дорогое место, очень. Ну, да, я допустил, да. Ну, у вас дорогое место, согласен, но мы тоже в Праге как бы, тоже, да, это дорогое место с точки зрения Чехии. Ну, а здесь этот дом стоит там 250-300 тысяч долларов, да. То есть, это, может быть, можно сравнить с каким-то вашим тоже там недорогим местом по земле в Америке, да. Ну, нормально. Прожиточный минимум тоже достаточно такой. Средняя зарплата сейчас по официальным данным, я очень не люблю эту среднюю зарплату, понимаем, да, потому что это высчитывается, но где-то в районе тысячи евро так получается, вот так вот что-то в этом районе. Медицина хорошая? Тысяча евро. Это значит, что это такое, что на эти деньги как можно жить? Ну, на продукты в среднем семья из четырех человек потребляет порядка, наверное, 600 евро в месяц. Вот так вот, наверное, я так думаю. То есть, они тогда на трамвае должны ездить, потому что машину они уже не купят? У нас хороший транспорт очень. У нас очень хороший транспорт. То есть, надо понимать, что Чехия, она же небольшая, основанная Америка, здесь нет таких вот больших расстояний. Поэтому очень все доступно, транспорт весь ходит по часам, все чистенько, с подогревом сиденья, если зимой. То есть, это на полном серьезе, вот приедете ко мне в гости, я приглашаю, и увидите сами. Метро, все достаточно недорого. Если покупать какой-то проездной на месяц, то это обходится в совершенно небольшие деньги, порядка 600, по-моему, крон. Это, грубо говоря, 20 евро, 25. Владимир, вот качество медицины хорошее? По медицине отдельная тема. Это то, чем вот, в принципе, что еще большой плюс. Качество медицины хорошее, действительно хорошее. То есть, есть и современная техника, есть везде. И что касается страховки, смотрите. Минимальная страховка на взрослого человека до 15 детей не платит. Страховки вообще бесплатно. А вот взрослый человек платит 1100 крон. Это равняется где-то 40 долларов, 45. Это минимальная сумма, которую человек обязан в любом случае за себя заплатить в месяц. Если вы платите зарплату, естественно, идет там прогрессивная. Ваша фирма за вас платит больше, 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 в зависимости от того, чем больше зарплата. Ну, так скажем, если человек получает 1000 евро, с него, наверное, уйдет где-то порядка 200 евро на медицину. Это прилично. Да. Двадцать процентов, так, хорошо. Нет, подождите, подождите, сейчас секунду, точно скажу. Нет, поменьше 150. 150 долларов, если в доллары перевалить. Значит, смотрите. Да, на медицину, здесь на социальные вещи тратится много. Чтобы заплатить фирма, человеку зарплату, условно говоря, в 1500 долларов, уходит на социальные и медицинские. Довольно. Вас лечат. Вам вставляют суставы, вас лечат от рака. Ну, кому надо, того и лечат. Да, кому надо, того и лечат. То есть, это действительно полноценная медицина. Не могу сказать, что сами помещения, здания, они, как бы, прям вот такие суперсовременные. Но они к этому приходят. Постепенно идет вот это вот. Европейский союз выделяет большие средства на это. И, безусловно, как бы, модернизация идет каждый день. А вот такой вопрос. Ага. Чего не хватает, вы скажете? Врачей здесь только единственное. Потому что очень много врачей уехало в Германию, потому что там зарплата врача, ну, в два раза как минимум отличается. Многие уезжают в Германию, поэтому здесь не хватает врачей. И к чему я, собственно, говорю? Потому что есть целая программа, по которой, допустим, медицинских работников из России, из Украины, совершенно спокойно принимают сюда выучить язык и работать. Хорошо. С точки зрения, вот, отношения чехов к эмигрантам. Все-таки страна маленькая. Там население, может, миллионов 7-8 местных. Да. У меня на канале было целое видео, посвященное этому. Вы знаете? Я думаю, что вы со мной согласитесь. Я, собственно говоря, почему с удовольствием, как бы, вот, и вас слушаю, как бы, ваше видео. Потому что у нас очень с вами совпадает мировоззрение и отношение ко всем вещам подобного рода. Дело в том, что мое мнение, я выскажу тоже, то, что человек относится так, как он этого заслуживает, как он сам себя ведет. Никакого предвзятого отношения в обществе не существует. И несмотря на то, что здесь было очень много моментов, которые такие, как 68-й год, когда сюда въехали на танках. Но что-то давно было. Это было давно, но это в народе все равно еще есть. Оно ведь это там оставило, потому что, честно говоря, для них это была достаточно серьезная трагедия. И вы знаете, я, честно говоря, даже не понимал насколько, потому что, живя мы с вами в России, мы этого всего не ощущали так, как здесь. И когда вот я сюда приехал и вник вообще в эту вот всю ситуацию, конечно, здесь есть за что обидеться очень сильно, очень сильно. Потому что к нам после войны, несмотря на все, опустим всякие политические моменты, оккупация, не оккупация, но к нам относились здесь очень хорошо. Действительно. И то, что произошло вот в эти годы, было очень нехорошо. И, в принципе, это единственное, что тянет за собой цепь каких-то вот этих вот отношений, о которых вы сказали, что это от старых людей может где-то исходить иногда в каких-то ситуациях. Но почему это происходит? Потому что люди себя не культурно ведут. Люди там громко, там, не знаю, хамские, что-то каким-то образом себя проявляют, не здороваются. Вы понимаете, здесь страна, в которой привыкли все вести очень вежливо. Она маленькая. Здесь люди здороваются в торговых центрах, вот в лифте. Вы понимаете? То есть вот я стою в лифте с паркинга, нажимаю там на третий этаж, еду. Открывается лифт на следующем этаже. Знакомый человек говорит, добрый день. Встает ко мне спиной, мы едем с ним вместе. Когда он выходит, он мне говорит, до свидания. Я говорю, до свидания. И мы идем, мы не знаем друг друга. Понимаете вообще? То есть вот даже до таких мелочей. В Америке, безусловно, тоже это есть улыбки, доброта. Нет, здрасте и до свидания в лифте тоже могут сказать. Не обязательно, но вполне могут. Ну, бывает, да, бывает. Я поэтому, как бы говорю, для наших зрителей больше, чем для вас, безусловно. Но это здесь есть. И, в принципе, весь негатив, который русский человек или украинский, скажем так, СССРский, СССРский человек может получить, больше связан с его личным чем-то, да, с каким-то, с его поведением, с его отношением. Во всем же можно увидеть плохое. Мы настолько, извините ради Бога, мы настолько закомплексованное оттуда приезжаем, что мы вот чувствуем, мы как ежи. Мы как ежи. И мы вот готовы каждую какую-то улыбку, ухмылку воспринять, как будто это над нами смеется. Но на самом деле это не так. Я просто что имел в виду? Что вот, допустим, Америка большая. Тут, допустим, привезут, я не знаю, 100 тысяч там из Сирии, например. Но никто не заметит. Если только их не поселят компактно где-то, и вот люди, которые там живут, увидят, что у них компактно что-то изменилось, то так в целом никто и не заметит. Но когда вся страна там 7 миллионов, и, допустим, за 10 лет подъехал там миллион человек из Российской Федерации Украины и Беларуси, то все-таки это люди другой культуры в основном. Кто-то из них очень легко и быстро перековывается, и даже не поймешь, откуда он взялся. А эти, вот они, как-то у них начинается своя жизнь. Они могут и язык не учить, у них своя работа, у них какие-то свои дела. Они могут неуважительно относиться к стране, к ее населению. Я же помню, как вот, допустим, когда русские жили в Прибалтике, да? Там же понятно было, вот мы, мы это, а это фашисты. Это же фашисты. Вот, там Чехословакия, я-то помню отлично, я, наверное, постарше, но я помню вот это вот, говорит, но мы же их от немцев спасли, мы же не можем допустить, чтобы там их НАТО прихватило. Правильно? Мы же хоть немцев спасли, мы теперь их продавать будем? Чего же это они тут? Это же наши? Хорошо, я отвечу на этот вопрос. Значит, население Чехии на сегодняшний день есть 10 миллионов человек, ну, почти 11. в Праге живет миллион 200 где-то, то есть маленький город, в принципе, такой, но по-честному я там самый большой. Приезжают люди, приезжают иностранцы. Нельзя сейчас спокойно, честно говоря, пройти по городу и не услышать русскую речь, я не имею в виду туристическую, а именно вот людей, которые работают в магазинах и так далее. То есть можно практически в любой магазин прийти и по-русски сказать «здравствуйте», и кто-нибудь 100% этот язык знает. Вот, но все равно я бы не сказал, что негатив какой-то существует. Интеллигентные люди никогда этого не проявляют. В каком-нибудь пивном заведении, ну, на окраине деревни, ну, наверное, можно какой-то такой негатив скрочить, но с учетом того, что Чехия, в принципе, не агрессивная нация, наверное, за счет этого она и выжила, вот, когда их то австрийцы, то немцы, то русские, да, они не агрессивные, поэтому, в принципе, здесь такой резких вот этих вот конфликтов их нет. То есть там жить комфортно, я к этому кладу. Да, что касается русских, они все-таки, или славян, они не другой культуры, они отличаются еще раз воспитанием, вот как мама воспитала, просто у чехов свое воспитание, у украинцев и русских у них свое. И вот иногда это, да, возникает конфликт, честно говоря. Плюс ко всему, потому что сейчас достаточно мощная русская пропаганда и люди, живущие, многие, к сожалению, но это как и в России, как и у вас, это аналогично. Они смотрят русское телевидение зачем-то, я не знаю, зачем они на него смотрят, потому что они привыкли, там смотреть-то уже нечего, они все смотрят, поймете, вот. И, к сожалению, конечно, есть такие вещи. Бывает такая ситуация, что люди варятся как у вас на Брайтоне, абсолютно точно так же, и через 20 лет жизни они не могут, кроме спасибо, до свидания и пару слов еще связать как-то по-чешски. Бывает и такое. К сожалению, это, видимо, это недостатки нашей с вами, нашего с вами общества. Хорошо, давайте теперь вернемся. Вот человек получил работу. Да. Его берут на работу, он все нормально. Когда у него появится, ну вот, вид на жительство и когда у него появится гражданство, если он хочет? Ситуация с этим всегда одинаковая, значит. Существует, назовем это ВНЖ, оно длится 5 лет, через 5 лет вы получаете ПМЖ, оно длится 5 лет, и после 10 лет вот этого всего вместе вы получаете, можете попросить о гражданстве. Но дают, в основном, не отказывают? Абсолютно дают. Честно, я вам хочу сказать, сейчас, к сожалению, возникла такая ситуация, что на вот этих вот проверяющих органах, которые этим занимаются, очень большая копилась. Почему? Потому что они с 1 января 2016 года разрешили двойное гражданство. До этого нужно было отказаться от своего украинского или своего русского, и только тогда прийти к ним и сказать, дайте мне вот это. Они тогда дадут, да? А сейчас не нужно, сейчас им все равно, есть у вас русское или нет русского. И поэтому очень много людей кинулись туда, кто не хотел избавляться от своего украинского, например, гражданства или русского. Они кинули все в один год, да? И сейчас там очень большое столпотворение, как бы из этих вот документов получилось, как бы бюрократия такая. Поэтому люди по 2 года ждут, по 1,5. И никак им это самое, им не дадут. Вот этот ПМЖ и ВНЖ, они позволяют свободно путешествовать по Европе или, скажем, работать в Европе? Да, это фактически, это биометрическая карточка, которая выглядит, как ваши водительские права. Она абсолютно, ты можешь с ней путешествовать где угодно. Единственное, что если выезжаешь за территорией страны, ты должен взять еще паспорт с собой просто на всякий случай. Но карточку, она является фактически твоей визой. Это и есть твоя виза. Что такое ВНЖ и ПМЖ? Чем они отличаются? ВНЖ это фактически долгая виза, которую вам дают для того, чтобы вы здесь могли заниматься тем родом деятельности, по которым вы ее получили. Если вы по бизнесу ее получили, вы можете заниматься только своей фирмой. Если вы получили ее по роду работы, что вы работаете на какой-то организации, у вас есть контракт, договор, соответственно, на этой фирме вы можете работать. Вы не можете пойти на другую фирму работать. Нет, это нужно заново просить, подавать и так далее. Но когда вам дают ПМЖ, то есть постоянное место жительства, то вы от гражданина отличаетесь только, хотел сказать, цветом кожи, только, ну почти, вы отличаетесь только корочкой паспорта. То есть, в принципе, ни медицина, ни какие-то законы для вас совершенно идентичные, такие же, как для чехов. Но вы голосовать не можете. Голосовать раз, и не можете работать в полиции и каких-то вот таких вот структурах государственных. Все. Это единственное, чем вы отличаетесь. Вот пробыв в этой ситуации 5 лет, или там нужно суммарно 10 и быть, находиться в ПМЖ. То есть, можно 8 лет в ПМЖ прожить, допустим, 2 года в ПМЖ и уже попросить. Нужно написать жадость, это так, прошение, как бы, и вам вот, либо разрешат, либо не разрешат. Но, честный вариант, немного. ПМЖ позволяет работать в другой стране Евросоюза? ПМЖ позволяет работать все равно, только внутри этой страны, потому что это постоянное место жейства в этой стране. Соответственно, нам позволяет работать где угодно, как угодно, но только внутри этой страны. Уехать в Германию, там куда-то работать, вы не можете. Даже временно. Ну, если вас фирма послала в командировку, это да, но это другое. А так вот приехать нет. Но путешествовать можете? Путешествовать без конца, где угодно, как угодно, по Европейскому Союзу. Народ вообще путешествует? Так принято? Наш или местный? Местный. Местный народ... Ну, вы знаете, Чехия, они такие домоседы, я бы сказал. Честно говоря, они нет. У них есть несколько маршрутов, которые они отрабатывают. Это, например, они очень любят ездить в Хорватию. В Хорватию, вот у них это... Можно приехать в Хорватию и слышать там одну чешскую речь. Вот так же, как у нас в Египет можно приехать и слышать, наверное, одну русскую речь. Так, а что в Хорватию? Не знаю, как-то у них вот это так повелось модно. Они в основном все туда ездят. Вы знаете, я долго откладывал визит в Хорватию. Потому что все время куда-то другие здесь места ездил. Но вот один раз съездил, и вы знаете, я был поражен. Потому что такого моря красивого, я серьезно, я не шучу. Вот такого чистого я не видел нигде в Европе. Адриотическое, да? Да. Прямо вот на 8 метров я там, можно рассмотреть, кто там что плавает, кто там кого кусает и так далее. И галечка такая небольшая, которой можно ходить босиком вообще очень мягенько, приятненько. Но песка там практически нет нигде. Единственное, что надо одевать тапочки вот эти вот, потому что ежики, ежики. Ежики бывают. Да, морские ежи. И можно наступить и получить массу удовольствия. Вот тебе, на, вот тебе и демократия. Да, да, вот тебе демократия. Вот. А так, конечно, путешествуем где угодно, ездим куда угодно. Чехи тоже, в принципе, путешествуют, но не так, я бы не сказал. Иногда здесь можно наткнуться на такую ситуацию, что человек дальше там 100 километров от своего дома никуда никогда не выходил. Я столкнулся с тем, я вот сейчас вам буду рассказывать как раз это, что у меня есть много людей, именно чехов, которые смотрят мой канал, несмотря на то, что я по-русски рассказываю обо всех этих красотах. И они мне пишут, Владимир говорит, вы знаете, я вот так хотел туда съездить, а это от него дома 200 километров. Я так хотел съездить, но за всю жизнь я ни разу, ему тоже где-то лет там по 50. Я говорю, вот не съездил, вот благодаря вашим видео. Я сижу, думаю, господи, вот же ж мой. Жульверн, как известно, никогда никуда не ездил, но он по книжкам изучал и такие писал подробные описания всего на свете. Но я от этих чехов, кстати, испытал потрясающе для себя, вот это высшая оценка для меня была, как для блогера, потому что мне чех над чешским языком сказал, побольше бы таких людей, как вы и ваша семья у нас в Чехии. Вот, то есть ему так настолько нравится то, что я снимаю, потому что я действительно рассказываю очень много вещей обо всех этих вот. Вы как-нибудь, будет у вас минутка, посмотрите обязательно тоже, действительно очень красивые места. Вы мне ссылочку-то сбросьте в скайпе. А я сбросил, сбросил, сбросил. А, есть у меня. Я вас сбросил в скайпе. А, есть, отлично, хорошо, чтобы я мог под видео повесить. Да, да, да. И вы знаете, ну здесь более двух тысяч всевозможных руин и замков. Представляете, более двух тысяч на этой территории. То есть здесь что ни гора, то это либо какие-то руины, либо чей-то замок стоит вполне в приличном виде. Здесь можно, первая моя вот, как бы, после переезда из Москвы, то, что, живя в Москве, ну честно говоря, вы уехали чуть раньше, чем я. Да, но у меня вот с детьми просто, я не знал, куда с ними там ходить. Потому что это там парк у Новодевичева, парк там, 5-6-7 мест, ну вот, в которые я, потому что в остальные лучше не соваться. Там, либо народу очень. А мы жили в Хорошовом Левнике и ходили с ребенком в Серебряный Бор. Да, либо Серебряный Бор. Но Серебряный Бор, вот в последнее время там ничего было, а до этого нам тоже как-то как непонятно. Ну да, ну ничего, водичка есть там, травка растет. Не, мы ходили тоже, безусловно. Но это, а здесь можно распланировать все, вот, каждый день в субботу я буду с детьми куда-то ехать, совершенно будет другое место, никогда никуда не было, и так целый год точно. Поэтому... Ну, в Калифорнии так тоже несложно, вот тут, где мы живем. Да, у вас тоже, да, безусловно. И природа. И природа, да. Подождите, но у вас разнообразия много, да, то есть, как бы, страна маленькая, а много разнообразия. Очень много разнообразия. У нас леса, у нас озера, у нас горы. Горы небольшие, вы знаете, горы, здесь самая высокая гора, Снежка, она всего там 1600 метров. Это вообще не гора, в принципе, по большому счету. Но, вы знаете, это горы вот в такой высоте, в самом красивом их состоянии, потому что выше, они уже там не растет ничего, когда выше. Скалистые. И так уже скала. А это же все зеленое стоит. Знаете, как вот у нас, если можно сравнить там на юге у нас, да, допустим, Сочи, Красная Поляна, вот там тоже все зеленые такие, холмы огромные, высокие. И, конечно, это совершенно другое визуально. Вот ты забираешься, а у тебя вот лес, сосны внизу стоят. Все это вот, это потрясающе. У меня было такое впечатление, знаете, я работал в компании, Бурланд называется. Ага. И, ну, это был 90, там, боюсь собрать, четвертый год, 20 лет назад. И она так, у подножия таких холмов, ну, и вице-президент там был такой дядька, Шварц, его фамилия Шварц. И вот этот Шварц, если вы слышали когда-то про такой продукт, как D-Base, например, или Paradox, там, вот не D-Base, именно Paradox, D-Base из другого. Вот парадокс, вот он был одним из тестов. И вот митинг хотели провести, вышли все из здания, и минут там 10 карабкались там по каким-то тропам, и пришли на поляну. И на этой поляне зачислили и там обсуждали. И по дороге к этой поляне было дерево, ну, не с дуплом, а, как сказать, от земли, вот, то есть такой пустой ствол. Громадная там, я не знаю, там можно трак поставить. И вот так заходишь туда, и там, там, песочек такой насыпан, так утоптано, внутри этого дерева там. И все такое. И я думаю, ё-моё, вот если под Москвой такое дерево стояло, то там нельзя было бы зайти, потому что там было бы испражнение, не могло бы чистого места. То есть мы-то знаем, да, правда, мы же, что ж мы там, по Подмосковью не ходили. Вот. А тут, надо же, никто, вот, никому даже в голову не пришло. И думаешь, вот народ странный. Да, да, к сожалению, поэтому я всё-таки, ещё раз вот скажу, всё-таки проблема воспитания. В основном. Они в национальностях. Побольше, чем это воспитание. Ну, вы знаете, я даже хочу привести такой пример, может быть, не совсем удачно. В Фейсбуке очень часто сейчас, в последнее время, всевозможные, там, на тему мусульман, там, ещё что-то. И вот, меня одна знакомая, подруга, вывесила там видео, где мусульмане какие-то бородатые такие, да, ну, как надо, да. Разбивают скульптуру в Италии Мадонны, она падает, разбивается, и она пишет там, ну, как обычно. Вот, я знала, что так будет. Ну, естественно, я сказал, что это видео, там, двухгалечной давности я посмотрел. Дело не в этом. Вы понимаете, проблема в том, что никто не понимает, что ни один нормальный верующий, реально верующий в Сумане никогда не разобьёт никакую Мадонну. Потому что это мать Иисуса Христа, и Иисус Христос — это пророк. Их это пророк. И, то есть, когда, получается, с чем мы сталкиваемся, я к чему, собственно, говорю, что мы колпимся с гопниками, условно говоря, давай назовём их так называть, только мусульманскими гопниками, да. И это, опять же, проблема просто невежества, проблема невоспитанности, проблема отсутствия знаний. Вот в чём проблема. А уж точно никак не религиозная какая-то. Ой, тут сложность в чём. Дело в том, что, когда разные культуры сталкиваются, то всё определяется пропорциями столкновения. Конечно, всё. Допустим, вот, скажем, США, например, в начале 20-х прикрыли эмиграцию, потому что за 30 лет понаехало много чуждого элемента. Чуждым элементом были не только евреи, которых несколько миллионов приехало, но ещё и католики, которых тут никогда не было. И их сюда не пускали и не приветствовали, потому что от них бежали первые поселенцы от инквизиции, от преследований. И вдруг, мои поляки, ирландцы, итальянцы, мама родная, миллионами. И страна за 20-30 лет превратилась в такое, что они просто охренели. После этого ещё 30 лет не было эмиграции, они просто закрыли, пока не переварилась, интегрировалась. Возникли, пошли новые поколения, которые уже были органично частью американского общества. И это всё так, как теперь... Они же во время войны не пускали людей. Во время войны не пускали людей, которые спасали жизнь, спасали бегство от немцев. Не брали, не пускали в страну. Нет эмиграции у нас. Поэтому это вопрос вот этих пропорций. Например, во Франции сейчас 8% мусульман. Не французских мусульман, а вот как бы из Африки, откуда они там приехали. Из разных мест. Но если бы 8% были равномерно по стране так распределены, никто бы и внимания на них не обратил. И они бы интегрировались в общество. Но поскольку они проживают компактно, то создаются места, из которых все остальные просто уезжают, потому что жить там уже невозможно. Они оказываются в гетто и не могут интегрироваться. Да. И в этом гетто это уже не Франция, и не Германия, и не Италия, а это совершенно другая жизнь. И в Англии то же самое. Вот там целый город, там одни пакистанцы или что-то. Вот параллельная какая-то цивилизация. Я думаю, что кто-то где-то уезжает из Франции, там есть пакистанцы, все все равно пока живут. Я думаю, что Европа с этим справится. Ну дай бог, если они получат какую-то дозу и начнут ее переваривать, да. Но если доза будет продолжаться, если доза будет увеличиваться, значит, вот они сейчас легализуют 2 миллиона человек. Что-то 2 миллиона человек на 500 миллионную Европу вообще ничто. Но, во-первых, у них рождаемость высокая. Во-вторых, у них есть родственники, которые остались в Сирии, в Афганистане. Они сейчас получат гражданство. Они их привезут. Они привезут орды гигантские, потому что там большие семьи, там очень много детей. То есть вот эти 2 миллиона, которые сегодня приехали, через 10 лет могут оказаться и 10, и 15. Возможно, я слишком позитивен в этом отношении. Слишком архимистично изменяюсь. Я считаю, что... Нет, то, что произошло сейчас в Сирии, это прививка. Это отлично. Это, я имею в виду, не в Сирии, простите, в Сирии то, что происходит, как катастрофа. Я имею в виду то, что пришли сюда семейские люди. Это прививка. Потому что вы право совершенно сказали, что 2 миллиона на 500 миллионов. Даже если... Ну пусть они по 4 человека, то из этого все очень немного. И Европа постепенно как с прививкой с этим справится и научится с этим справляться. Гораздо было бы хуже, если бы они построили сейчас бетонную стену и когда-нибудь, через какие-нибудь там 10 лет, эту бетонную стену где-нибудь прорвало. И они... Я условно, естественно. И вот тогда бы они точно не смогли бы ни с чем справиться. А уж... Ну вот, Германия там. 2 миллиона держится. Я знаю, что происходит в Германии. У меня моя подруга близкая, она прошла через все лагеря. Ну вот смотрите, 2 миллиона там в Германии. Но эти 2 миллиона, или там почти 2 миллиона, оказываются не вообще в Германии, а конкретно в Баварии. То есть как бы львиная доля этих эмигрантов в Баварии. Что может произойти? Там, допустим, еще 10-20 лет, и в Баварии уже жить никто не захочет, из тех, кто там сейчас живет. Именно конкретно Бавария может оказаться вот этим местом, где все это катализирует процесс. Если это станет 20% населения, 30% населения, а как жить-то? А они другой культуры, а им все обязаны. Это же вы нашу страну разрушили, правда? Кто разрушил Сирию? Запад? Правда? Вы разрушили, вы нам должны. Получается, что должны. Ну правильно, а их на белфер сажают, а у них много детей. И все, им должны. Они же не адаптируются. В Англии не адаптируются, во Франции не адаптируются. Уже десятилетиями не адаптируются. Кто-то адаптируется, кто-то не адаптируется. Кто-то адаптируется, да. Много не адаптируется. У вас очень много индийцев и пакистанцев, особенно в вашей сфере. Да, ну как раз с индийцами и пакистанцами я бы не сказал, что. Но индийцы точно достаточно хорошо адаптируются, если только. Вот, кстати, вопрос. В Кремниевой долине очень много народу из Индии. Они плохо адаптируются. У них тут гетто такое, бабушки ходят с голым животом. Там в этих, это, они абсолютно такие. Когда ко мне попадают индийцы из других штатов, вот приезжают, они надо учиться. Или там просто с мужем переехала, пошла учиться. Американцы. Вот 5-6 лет в стране. А я им говорю, слушайте, а вот вы сюда попали, вот ваше же вот тут. А они говорят, Миша, это ужас. Это, мы в шоке. То есть, как только ты в гетто оказываешься, ты в этом гетто можешь долго жить. Если ты попал в страну, ты быстро адаптируешься, здоровые люди, психически нормальные, быстро адаптировался. Ему хорошо, комфортно, всем с ним удобно, комфортно. Как только его в гетто загнали. Чтобы ему комфортнее было. Ему же комфортно в гетто. Вот он все вот. Ой, ну, тема очень сложная. Сложно. Они должны научиться, если это прививка, они должны научиться с этим работать. Потому что, скажем, в Америке все-таки их никто не обижает. И они здесь лучше адаптируются. А вот во Франции, например, мы знаем, что безработица среди, скажем, там, мусульман или там африканцев намного выше, чем среди, допустим, французов. Ксенофобия определенная, она присутствует. И из-за того, что люди друг друга не понимают, возникает целая пропасть, целое расстояние между ними большое. Конечно. Они не научились. Понимаете, Франция не научилась с этим иметь дело. Здесь в Чехии есть своя проблема такая. Это проблема с цыганами. Потому что здесь издревле были цыгане. И общество до сих пор с этими цыганами, честно говоря, из-за чего постоянно возникают споры с Европейским Союзом. Потому что Чехии до сих пор не нашли способ с этим жить. Они все больше и больше их отторгают в гетто, условно говоря. Есть целые города, где живут цыгане. Целые города здесь. Небольшие, но они живут. А чем занимаются? Они тоже как-то что-то делают, работают. Многие живут тоже так же на дотации на какие-то. Но они оседлые, они не кочевники? Они оседлые цыгане, да, это не кочевники, безусловно. Но работать они тоже не особо хотят. Но не хотят, их особо не пускают. Понимаете? Они же не хотят все качать навозы, условно говоря, и мусор убирать. Поэтому общество их не принимает. Они отторгаются еще больше. Соответственно, они становятся более в одиночестве в этом гетто. А другие страны легче? В Румынии там же тоже много цыган. В Румынии практически цыгане. Внешне практически очень похожи. По сожалению, простите меня, пожалуйста. Потому что похожи все оттуда. Но не знаю, в Румынии, честно говоря, у меня такая страна, где я каюсь, я там не был. Я там не был, не могу судить об этом так поверхностно. Я знаю, что у нас румынских рабочих очень много. Здесь работают. На дорожных каких-то работах, на строительстве и так далее. А так, это же дешевая рабочая сила. Для Чехии даже это дешевая рабочая сила. То есть в Румынии не сахаром там? В Румынии совсем не сахар. Ну, как-то справимся. Мы можем подытожить с вами вот эту тему, такую не очень благозвучную для Ютюба, и для наших зрителей, может быть. Тем, что все равно некуда деваться. Все равно с этим надо как-то жить. И надо научить с этим справляться. Я думаю, что у Европы есть прекрасный шанс научиться с этим справляться. Если она не сможет с этим справляться, она погибнет. А почему, например, из Сирии беженцы? Ну, из Сирии, Афганистан, там так. А почему, например, они не едут, скажем, в громадную Российскую Федерацию, где полно работы? Которые бомбиты в городах? Ну, правда, вот их не пускают, что ли, или чего? Или они хотят именно на вэлфер? Что там? Это очень сложный такой вопрос. Всегда всех интересно, почему они побежали именно сюда. Нет, на самом деле они бежали в Турцию. И в Турции, насколько я знаю, выделяли большие средства, это писали везде, на то, чтобы они создавали там лагеря, помогали там и так далее для беженства. Но в один год Европейский Союз решил не заплатить Турции за это. И как раз именно в этот год это все и произошло. И, естественно, Турция скажет, пожалуйста, и вот они побежали все. Другое дело, что им кто-то однозначно помогал бежать. Конечно, да. Потому что это большие... И мы знаем их фамилии, мы не будем называть их Суи. Но на самом деле, да, потому что это больших денег, они очень гибли. Вообще это трагедия, на самом деле. Потому что, я еще раз повторюсь, у меня есть девушка, которая прошла все эти лагеря, и я не понаслышке знаю, что там происходит. Там все достаточно чисто, как пионеры лагеря такие, знаете. Но просто что там действительно есть люди, которые действительно бы бежали от военных действий, у которых были бы разрушены полностью дома, у которых находиться ни с теми, ни с другими просто нет никакой возможности. Это, конечно, трагедия большая. Люди на это все смотрят. В принципе, я думаю, что и в Европе, и в России, которые участвуют во всем этом конфликте так высоко, и думают, а это где-то там. Но это же все вернется, оно же. Так не бывает в жизни, да? Афганистан тоже был где-то там, но потом... Потом там стали... Ну что же, ладно. Так, мы возвращаемся. Ну, тема беженцев... Позитива. Тема беженцев, она все-таки важная, потому что, когда говорят о Европе, то... Я вам скажу, что у меня лично, например, у меня были всякие отложенные планы попутешествовать по Европе еще. То есть я как бы бывал там в разных местах, но как-то у меня не было завершенности этого процесса. Вот. Я там вообще хотел, не знаю, там какой-нибудь круиз взять там по Балтийскому морю, там погулять, еще что-то. Но сейчас, я думаю, значит, все-таки, поскольку беженцы совсем там позитивом и негативом, в основном в больших городах. И я думаю, я не хочу поехать в Европу, чтобы вот именно вот это увидеть. Это очень раздутая. Может быть, раздутая, но я вот живой человек, я какой есть. Поэтому я думаю, оно мне надо. Да нет. Ну, конечно, элемент какого-то определенного бескультуры, он стал присутствовать. Например, в Париже. В Париже очень сильно изменился центр. Центр очень сильно изменился. И я это отмечал, когда туда приезжаем. Буквально там через разницу в 3-5 лет. Я видел, как это все на моих глазах становилось хуже. В центре становилось больше людей, которые совершенно непонятно, они к тебе пристают, с какими-то там просят, что-то попрошайки. Очень грязно, очень мусорно. Представьте себе, что я был в Париже лет, боюсь соврать, 15 назад. 16. И я уже тогда был очень неприятно. Мне не хочется второй раз туда приезжать. По сравнению даже с тем, что было тогда. В центре. Когда куда-то едешь, нужно иметь проводника. Это я вот точно знаю. Который скажет, туда не надо, а вот сюда надо. Для того, чтобы получить положительные эмоции. Скажем так. Они же везде есть отрицательные. Я уверен, что даже и у вас можно куда-то забрести. Даже вроде, казалось бы, в красивом месте. Но наверняка есть место, куда не очень хочется попадать, не портить себе настроение. Ну, в больших городах точно, конечно. Да, в больших городах. Особенно, если брать там Нью-Йорк, там тем более. И в Сан-Франциско есть, да? Да. И туристические места, там, где хлебное место, скажем так, для них. Поэтому их там больше всего. Но я не могу сказать, что я вот прям вот такой вот какой-то негатив. Вот в Париже, да, у меня был такой же негатив, как у вас, Михаил. А вот какие-то другие крупные города, ну, не знаю. А я, как бы, особо сильно не знаю. А вот такой вопрос. Возвращаясь к вашему каналу, значит, а сколько у вас подписчиков там нынче? Значит, я начал 10 марта, я выпустил свое первое визе. Для меня это был целый... Ну, да. Да, совсем чуть-чуть, 8 месяцев. Для меня это был целый огромный... Ну, вы меня как блогер, вы меня поймете. Это барьер. Да. Мне нужно было перейти этот барьер. Готовишься, плавируешь. Да, я готовился. И вот я в конце думал, ну все, больше уже нельзя. Я взял эту камеру и побежал, значит, на что-то там говорить. Все это выглядит сейчас, я уже смотрю. Я очень сильно вырос за эти 8 месяцев. Конечно, конечно. Вот, и в качественном, и в каком-то другом смысле. И, конечно, зачем я этим занялся? Наверное, так много негатива было вокруг. И мне хотелось дать что-то людям позитивное. И я себя понимаю, что я буду давать им только позитив. Я не буду говорить ни о политических темах, никаких. Я буду давать людям позитив. То, чего им как раз в этой ситуации, я имею в виду наших с вами соотечественников, да, больше. То, чего им не хватает. И то, чего они не видели. И я хочу им преподнести именно так, чтобы они что-то поняли. Потому что если я буду давать постоянный негатив, споры, ну не достучишься до людей. И так, да, чтобы вот как бы включить у них. Достучишься, но до других совсем. Но до других. И вы знаете, мне удалось. Мне удалось собрать совершенно потрясающую аудиторию. Я очень удивлялся. Вы знаете, такие комментарии шикарные. Ни одного, ни какого-то там грубого, матерного, глупого там слова. При всем тем, что аудитория достаточно очень широкая такая. То есть она хватает респекта там от 15 лет и выше. Ну, по статистике, по крайней мере, то, что показывает у нас с вами. И я с нуля, очень медленно все набирался. Очень медленно. Вот сейчас у меня где-то тысяча... Сейчас, одну секундочку. Сейчас я вам скажу, сколько у меня. 1600 с чем-то там, да? 1661. 1661 подписчик. За 8 месяцев я делал. Сейчас они пошли подписываться достаточно активнее. То есть где-то 18-20 в день. Это прилично. Что меня удивляет. Да, меня тоже это удивляет. Потому что сначала было 1, 2, 3. Там приходили, не приходили. Иногда ноль, иногда минус там. Что-то кто-то отнесло. А вот сейчас уже так стабильно где-то 17-18-20. Ну, чем больше видео, тем больше ты выходишь там слева-справа. Тем больше тебя YouTube начинает продвигать поиски, да, и в подушках видео и так далее. И аудитория пока не меняется. Я с ужасом, знаете, о чем думаю? Я вот смотрю на вас и вижу, что у вас там уже там 107 или 108, не помню сколько. 107. Кнопку-то прислали. А, вон, кнопку прислали. Прислали, вот висит там. Вот, и не успеваешь всем отвечать. А людей не хочется обижать. Это есть такое. Иногда еще вопросы такие бывают, что невозможно ответить. Но вот, во-первых, на 3 страницы напишут, просто прочесть нельзя. А даже если ты прочел, то нельзя ответить двумя словами. Вы можете ответить двумя словами, но тогда обижаются, почему вы не ответили развернуто. Если не ставишь улыбочку, то говорят, что улыбочка? Да, да, поэтому ты как бы становишься типа такого семейного психолога, и от тебя требуют сервис полноценный. Да, а если не отвечаешь, то типа сноуп. Типа сноуп. Значит, то, что вас еще не долбают, это пока у вас не станет там тысяч, там, 3-4-5, вот это барьер такой. Тогда вы начинаете представлять интерес для уродов. И потому что урод тоже свое время ценит, и пойти гадить в таком месте, где никто не наступит, ему тоже, как бы, унизительно. Вот, поэтому, как бы, некоторый объем, когда набирается, вы начинаете больше привлекать. Но, если сравнить, скажем, с нашим, то вам меньше достанется, потому что вы не в Америке, вы не еврей, вы, там, я не знаю, там, чего еще. И вы не касаетесь, там, политических тем, вы не, как бы, вас не рассматривают как человека, который пропагандирует, пропагандирует. Не похож на еврея, сразу я не говорю. Ну, вы же сказали, я русский, понимаете, конечно, вы можете быть со Шнобелем и говорить, а я русский, я тоже могу сказать, а я русский. Вот, но так и есть, в принципе, да. Ну, в общем, обгрусевший. И плюс, про вас нельзя сказать, что вы, там, как-то поощряете людей к эмиграции, там, мне все время говорят, меня же обвиняют в том, что я специально создаю поток эмиграции. Праг народа. Нет, нет, это коммерческий интерес. Еврей, ну, деньги делает, он создает эмиграцию, а потом ее оприходует у себя в школе и имеет немножко гешефт. Вот, то есть, много разных теорий есть. Но, в принципе, я думаю, что, конечно, из Чехии, там, Германии, Франции, Англии меньше негатива, чем Америка, которая, как бы, официально враг. Ой, зато у нас здесь Россия поближе и негатива побольше, на самом деле, получается. А вот Чехи, они не боятся вот этого сценария с защитой русских? Ну, русские здесь не так близко. И у нас же сейчас президент Земан, который так любим русским народом, по причине того, что он, как бы, в доску свой. Есть такое, да? Ну, как считают они, да, Чехи, конечно. Здесь была такая ситуация, что вышли в гонки люди и выбирать, честно говоря, Чехов просто было не из кого вообще. Поэтому, как бы, ну, президент, так же, в общем-то, как и в Америке, по большому счету, это лицо чисто номинальное, да, и решает, и здесь все-таки парламентская республика, и решается парламент. У нас-то как раз президент. Ну, у вас больше, чем у нас, но все равно у вас решает все. Ну, есть Конгресс, конечно, да. У него есть куча защитных, скажем так, будем по-другому, есть куча защитных таких институтов, да, которые не дают ему расслабиться, грубо говоря. Ну, то есть, население не боится? Нет, население не боится. При Балтике народ переживает. У меня много друзей из Прибалтики живут, как бы, там переживают, потому что это очень близко для них, актуально, и они видят этих людей. И, честно говоря, очень много нашего населения, которое там живет, оно себя таким образом ведет. Там другая трагедия. Они бы еще и обрадовались, если бы это произошло. Там другая трагедия, которая называется, что люди, которые вот там живут, многие, которые там выросли, для них это родной дом. Но они выросли в Советском Союзе. Так. И они там родились, и они чувствуют, что это их тоже, как бы, территория, да, и ведут себя соответствующим образом. Общество их не принимает новое, как бы, да, ну, то есть там... Ну, а язык-то, если они знают язык, если они так, как бы... А это уже проблема воспитания, то есть я первым делом говорю, ребята, если вы живете в другой стороне, они бы обязаны знать язык. Это по-другому быть не может, но они так не считают. Ну, если они так не считают, они никаких... они не являются частью страны, они... Вот и все, это называется замкнутый круг, да. И они себя так ведут сами, и поэтому так все получается. Но фактически это такие лимитчики, знакомые нам по московской жизни. Да, да, по московской жизни. Вот, можно сказать, что это гетто, в которое они сами себя поместили. Да, сами себя закрывают. Но это гетто очень легко дергается за ниточки из Кремля, например, при желании. Правда же? Да. К сожалению, да. Фашисты их за людей не считают, понимаешь? Их надо защищать. Ну, да. То есть в Чехии нет такого комплекса, это вот больше прибавится. В Чехии комплекс есть, безусловно, небольшой. Почему? Потому что все-таки надо понимать, что социалистический лагерь, я имею в виду ГДР, и так далее, они не прошли такую мощную иллюстрацию, такую деноцификацию, как прошла Германия, западная, где просто вытравили вот этот вот дух, как бы на корню, имперский такой вот, да, мы там круче всех, да, а остальные все никто. А здесь это не произошло. Здесь была иллюстрация, здесь убрали коммунистов там как-то, да, постепенно. Но, тем не менее, какая-то коммунистическая партия в Чехии до сих пор есть. Она по-другому называется. Но все знают, что это коммунистическая бывшая партия. Они, да, вроде как демократы, они совершенно по-другому себя ведут. Это совсем даже не коммунистическая партия российская. Они за Лениным не ходят, да, Сталином там не боготворят. Но, тем не менее, у них пережитки вот этого социалистического в голове, оно есть. И его не вытравить, к сожалению. То есть отнять, поделить. Это, да, это нужно. Они точно так же вырастают, люди, они начинают вспоминать, а вот в те времена колбаса была, да, ну, то же самое приблизительно. Это как, да, в меньшей мере, потому что Чехия все-таки более образована, более, с более старой, более какой-то мощной исторической вот этой всей подоплекой. Поэтому не так это ярко, как в России, но здесь отнеслись. Как чехи отнеслись, вообще народ, который там живет, в широком смысле, как они отнеслись вот к референдуму в Великобритании о выходе из Евросоюза? Знаете, вся Европа на самом деле немножко в шоке. Я думаю, в шоке сама она умерла, по большому счету. Потому что никто предвидеть это не мог. Но это, опять же, мы возвращаемся с вами к тому же самому. То есть люди не могут взять в руки калькулятор, те, кто голосовал, просто посчитать. Они не могут взять калькулятор, посчитать, выгодно им это или невыгодно Евросоюз. Я вам скажу так, что если бы Евросоюза не было, в Чехии не было бы большинство того красивого, что мы сейчас можем здесь наблюдать. Потому что вот это распределение финансов на дороги, на парки, на те вещи, на которые вы сами Чехии могли бы и не потратить никогда. Понимаете? Ну вот, это очень такой тонкий вопрос. На сегодняшний день вот эта глобализация, она неизбежна. И вот объединяться вот это внутри каждой своей страны... Ну вот я с Венгером одним беседовал. И он очень негативно комментировал попадание страны в Евросоюз, потому что, он говорит, всю экономику скупили, заводы там, да, значит, скупили иностранцы. Кто-то скупил, да. Кто-то скупил. И вот они сейчас, у них идет обратный процесс национализации. То есть они возвращают что-то из того, что они поняли, что не надо было отдавать. В Венгрии, да, в Венгрии там сейчас же еще и президент пришел такой правильный. Да, да. Вот, поэтому, да, там есть этот... Нет, ну, слушайте, скажем так, если сейчас будет референдум в Чехии, то голосование будет где-то на грани. То есть я думаю, что будет большинство все-таки заедут в Союз. Ну, это будет 60, там, процентов, 55, да. Но все-таки много очень народу будет и против. И в основном против будут люди старшего возраста, однозначно. Потому что уже, в основном пенсионеры. Потому что от них, они уже не работают, от них ничего не зависит. И они определяют, хорошо или плохо, только уровень денег в кармане. Они не связывают свое текущее положение со своей старостью. Это везде, это в любой стране же. Где не очень развита социальная вот эта система, да, где вот, пенсионная, да. То там везде, у нас не очень хорошие пенсии у людей. В Чехии, ну, я боюсь соврать, я еще здесь пенсию не получал. Но я так предполагаю, что где-то в районе, там, 10 тысяч крон, 12, то есть там, 400 долларов, 500 долларов. Но на эти деньги прожить достаточно сложно. Конечно, если человек получал огромную зарплату, он будет получать пенсию повыше, да. Но таких людей было немного, потому что в Чехии страна среднего класса. Здесь все такие, в середине тёчек. Это мне, кстати, здесь очень нравится. Вы знаете, это вот еще один из плюсов. Здесь нет понтов, вообще нет. Здесь любой человек, любого возраста, в любом социальном статусе может позволить себе совершенно одинаковые вещи. Здесь очень недорогие рестораны у нас. По сравнению, там, допустим, даже с Германией. В Германии в два раза дороже стоит. Серьезно? Но тогда Чехия должна быть таким магнитом туризма европейского, да? Немцы должны ехать, там, англичане, там, не знаю. Так и происходит. К сожалению, у нас сейчас турист меняется, потому что раньше было много русских туристов, да. И русский турист, в принципе, для отелей был лучше, интересен. Потому что он, русский, когда человек приезжает, он живет там 10 дней или там неделю. И он заполняет таким образом, дает по проценту заполняемости отель. А немец же, или австрияк, или там, англичанин, он приезжает на выкид. Он приехал на три... Конечно, пятница, суббота, вы с Ксенией домой. Вот и все. И получается, что у тебя всю неделю отель стоит пустой. Такой локальный такой туризм, можно сказать. Да, и получается локальный. Ну, конечно, зачем немцам, если тут доехать? Вы должны понять, от нас, от Праги, до Берлина 300 километров, до Вены 300 километров, до Мюнхена 400 километров, до Парижа 900 километров, то есть до Венеции 750 километров. То есть у нас везде вот оно здесь все рядом. И поэтому ездить здесь куда-то надолго нет смысла. И вот что у нас получается. Ну, подтягиваются китайские туристы очень сильно. Подтягиваются какие-то японцы, корейцы. Сиди, естественно. И этого сейчас очень много. Они ездят много. Но они тоже такие, знаете, потому что у них «голупом по Европам» называется их стоя. Один день там, один день там. Ну да, если из Японии приехал, две недели там 18 стран. Ночью в автобусе поспал. Да, поэтому... Но туристов много. Даже сейчас какие-то... Хотя мы сейчас тут сложим. А сейчас Адвент идет. Но все равно, как бы, туристов много в центре. Адвент? Что идет? Ну, первая неделя Адвента, вторая неделя Адвента, третья Адвента. Адвент – это предрождественский месяц. Адвент? Да, Адвент. Я не знаю, как по-английски правильно у вас будет. Перед Рождеством. Адвент. Ну, есть первая неделя Адвента, вторая неделя Адвента. Когда свечки зажигают. Венок, четыре свечи. И вот первое воскресенье... Четыре воскресенья перед Рождеством. Значит, первое воскресенье заживается одна свеча, потом вторая свеча, следующее воскресенье. Когда загорятся все четыре, приходит Рождество. Я что-то эту хохмочку первый раз слышу. Да, это вот так. Нет, вы знаете, вот это еще один момент, который очень интересен в Чехии. То есть мы же москвичи с вами, да, мы вообще этого никогда не видели. А здесь живы все традиции. Здесь ходят по домам ряженые до сих пор. То есть это такой классный... Это вот как Хэллоуин там, да, условно говоря. То же самое. Вот можно к этому немножко... Точно так же ходят ряженые, просят какие-то конфетки. Допустим, это происходит либо вот в предрождественские дни, либо на Пасху, да, то есть весной. Весной тоже всевозможные так и есть. И все эти традиции живы. То есть коммунисты этого не вытрули? Они как-то, да, коммунисты здесь были мягкие. Ну что ж, хорошо. Ладно. Да, Владимир, давайте вот что сделаем. Мы можем с вами говорить действительно еще... Мне нужно возвращаться к своим делам. Мне тут appointment, надо резюме девочки сделать. Вот. Ну мы с вами часок уже так поболтали. И я думаю, что... По-моему, нашим зрителям уже более предостаточной информации. Я даже не знаю, зачем вам это... Да, значит, я сейчас тогда видео сделаю. Там на канал подвешу. И пусть ходят, изучают там Чехию из первых рук. Правильно? Тем более, тем более в позитивном ключе. Если что пишут мне там на Фейсбуке или еще где-нибудь, я с удовольствием отвечу на их вопросы. Все, договорились. Дорогие зрители. Сейчас люди ищут... Ну, те, что у нас на канале, они все время ищут какие-то альтернативные пути. Вот. В том, чтобы смыться. Одни говорят, если уже смываться, то в Америку. Другие говорят, ну, если уже... Есть иммиграция куда, есть иммиграция откуда. То есть, вот там... Я помню, такая была фраза в наше время, когда там... Говорят, ты куда едешь? Я никуда, я откуда. Вот. Поэтому я не считаю, что Чехия, так говорят, плохой вариант, вообще Европа. Европа вообще не плохой вариант, образование бесплатное. Нет, ну, как бы определенный стиль жизни, хороший там. Поэтому... Скажите. Я бы спрашиваю, что большинство европейцев, наверное, не хотели бы никакую Америку ехать. Зачем у них и так все хорошо. Но вы не забывайте, что вас смотрят не только люди, которые хотят где-то учиться и работать. Люди просто смотрят. Просто, да, есть люди, которые просто смотрят. Я, например, смотрю вас уже, не знаю, очень-очень-очень давно. Да. И потому что мне приятно ваш... Это тоже есть, да. Это такая развлекательность. Есть люди, которые нас смотрят, потому что... Они хотят лишний раз убедиться, что правильно сделали, что никуда не поехали. Вот, такие тоже есть. У меня есть сосед в Москве, мы жили в соседнем подъезде. А наши девочки ходили в школу вместе, дружили. И вот я им книжку послал свою там с подписью, там все дела. Ну и там на фейсбуке спрашиваю жену, его спрашиваю, как там Володя читает? А она говорит, да, говорит. Он там на каждый твой анекдот еще там два вспоминает. И пока читает, все время приговаривает. Господи, слава богу, что мы никуда не поехали. Стресс-то какой. Так что все нормально. Хорошо. Хорошо. Давайте мы так традиционно помашем рукой, скажем всем привет. Всем привет. И до скорых встреч. До скорых встреч. До скорых встреч.